Скажи, о многих игрушках уже и забыл вообще об их существовании. Девоньки, а на улице и правда такой запах весны, чувствуется приближение весны. Ой, а я сегодня проснулась в 3 часа ночи. У меня бессонница была. Ну все, я съездила в салон. В общем-то, что я сделала? Кстати, сижу сейчас, отвечаю на ваши комментарии по поводу техники. Всем привет! Наконец-то я приехала домой. Но я приехала домой вчера вечером еще. Но ходила по дому, пока вспоминала где, что лежит. И в общем мне хотелось отдохнуть. Я вчера камеру вообще не включала. Сегодня встала, но встала рано. Такая расслабуха тоже. Думаю, вообще моя самая главная цель отдохнуть. Это самое главное. Просто отдохнуть, дать моим мыслям, мозгам отдохнуть всему. Сегодня очень хорошая погода. Ну, я решила выйти в магазин. Во-первых, нужно купить все равно какие-то продукты, покушать. Вчера что-то там по сусекам поскребла, что нашла в холодильнике, то и поела. В общем, не важно, что. А сегодня там тепло на улице. Прям вот я выглядываю в окошко, смотрю, как будто весна. Солнышко даже чуть-чуть проглядывает через облачка. Хотя утром было вообще чистое небо. Я вижу речка, дом. Думаю, сейчас надо показать это. Просто вот не показать я не могу вам это. Открою окно, сейчас покажу. А потом пойду в магазин. Я думаю, что градусник, конечно, преувеличивает. Ну, там не столько прям градусов. Но все равно тепло прям, весна. И вот смотрите в окно. Видно вот немножко солнышко. Так, не очень видно, да? Я смотрю, что-то плохо видно. Видно дом там у нас. Там церковь у нас стоит. В общем, здорово. На улице прям сухо. Очень хорошо. В общем, пойду я на улицу. Пошла я в магазин. Девоньки, а на улице и правда такой запах весны. Чувствуется приближение весны. Вот, просто кайф. Я вдыхаю воздух и просто получаю удовольствие. Пошла я дальше. Всем приветик. На улице прекрасная погода. Прям весна. Утром птички даже щебетали. Ой, а я сегодня проснулась в 3 часа ночи. У меня бессонница была. И, в общем, думаю, что делать. Лежала-лежала. Потом думаю, а, надо снять бытовую технику. В общем, встала, кофе попила. Сняла 2 видео. А в 10 часов ко мне пришла мастер делать перекюр. В общем, сделали все. И кушать приготовила. Все успела. Все, что за день напланировала себе. Все успела сделать с утра. Вот. Потом думаю, надо выйти на воздух. Посмотреть, что там на улице. Говорят, там тепло. Тихо. И ветра нет. В общем, солнышко светит. Прекрасная погода. Думаю, пойду-ка я. Заведу-ка свою машину. Спустилась. Думаю, надо масло долить. Долила. В общем, слава богу, завелась. А то, думаю, в тот раз мне сын помог завестись. Это было в понедельник. А сегодня что у нас? Среда. Позавчера. Думаю, а вдруг не заведется. Но завелась. Слава богу. Сейчас посижу, прогрею машину. На воздухе немножечко подышу. И пойду домой. Попробую поспать немножко. Весь план дневной выполнила уже с утра. Вот такие дела. Бывает ночью такое. Этой ночью я в три часа проснулась. Прошлой ночью в пять. Но правда я никаких глобальных дел не делала. А вообще у меня бывает, когда бессонница, я встаю, думаю, что время зря терять. Пытаться уснуть, нервничать из-за этого. Я могу встать в лочь своей среди ночи. Могу пропылесосить, если мне надо. Слава богу, пылесос тихо работает. В общем, могу сделать какие-то дела. Те, которые запланировала на день, я могу их сделать ночью. И прямо так все хорошо получается. Тоб целый день на это ушло. А то прям вот ночь ушла и все. А днем можно лечь, отключить телевизор и попытаться, может быть, уснуть под телек. В общем, так, мои хорошие. Раньше бессонница не страдала. Раньше я не могла уснуть долго. Могла по полночи не спать, сидеть с подругами, общаться с соседками. Я не знаю. В общем, не спалось мне долго. Потом я позже просыпалась. А вот уже с возрастом стала просыпаться рано. Но засыпаю не рано. В 11-12. Иногда в пол первого. Ну, вчера, вот, пол первого где-то я уснула. И в три проснулась. Но бывает, что я дальше потом сплю. А тут вот что-то мысли. Я думаю, то ли я от дома отвыкла. Все-таки, ну, как бы, воздух другой. У меня вот жарко дома. Я все время проветриваю днем дома комнату. А ночью пока что с открытой форточкой спать не рискую. Иначе это будет насморк. Я еще не совсем там выздоровела. Еще уши заложены. Поэтому иногда просыпаюсь от духоты. А у меня батарея старая. Она не отключается. Там нету такого вентиля, который можно закрыть. Так бы я уже закрыла. Топят вовсю. Ну, вот так, мои хорошие. Не буду долго болтать сейчас. Загружать вас в свои болтовни. Потом подключусь. Я не знаю, вам слышно или нет, как птички щебечут. Птички на деревьях щебечут. Тут вон голуби питаются. Хлебушкой им насыпали. Сейчас вернуться. Сейчас я иду. Ага, тут киська одна сидит уже за углом. Смотрит на голубей. Вот она. Решила я посмотреть YouTube по телевизору. Большой экран все-таки интересный. Включаю YouTube. И что я вижу? Рекомендованный. Я, Селена, Сарамняшка Крис. Наши кругом люди. Какое счастье. Просто. Ну, прикольно. Ой, девочки, ну не могу не показать вам. Такая красота за окном. Сейчас утро я собираюсь в салон подровнять свою стрижку. И вот выглянула в окно, на улице тихо, ветра нету, солнышко светит. Какая красота. Видно, да, река Нашадон. Там даже вдалеке Батайск видно дома светятся. Солнышко освещает. В общем, погода прям уже весна рядом. Чувствуется рядом весна. Красота. Сейчас скорее-скорее собираюсь и иду на улицу. Всем привет, девчата. Сегодня раз чудесная погода. Я вышла на улицу. Сейчас иду в салон. Хочу немножечко порядок есть. Потом покажу вам, что у меня получилось. Пока что ничего не было. Солнышко светит вообще здорово. Тепло. Кайф. Я прям ботинки одела. Уже сапоги сняла. Тяжело у них. Ну, сухая погода. В общем, осадков не ожидается вроде. Такая погода должна быть холодной. В общем, чудесный просто. Я не знаю. Я уже не дождусь весны. Я весенний человек. Ну, ладно, я пошла. Девочки, так хочется поставить на солнышке. Подставить лицо в солнышко. И прям позагорать. Ну, нет. Не в том месте нахожусь. Пошла я домой. Подстриглась немножечко. Покажу вам, как там получилось. Ну, все. Я съездила в салон. И, в общем-то, что я сделала. Ну, здесь мне подровняли немножко. Сзади убрали вот там то, что отросло. И в итоге я хочу вот этот верхний белый волос немножечко отпустить, чтобы он у меня опускался сюда. А здесь я попробую еще немножечко длину отпустить подлиннее. Ну, и посмотрим потом, что получится. Сейчас пока мне только вот как бы подготовили к этому. Еще чуть-чуть отпускаю. И потом дальше стригусь. В общем, ребята, посмотрим, что будет дальше. Пока. Пока все так, нормальненько. Всем доброе утро. Вот и закончились мои каникулы. Я приехала домой в понедельник, а сегодня суббота, утро. Я уже оделась, собралась и сейчас еду обратно к дочке. Ну, дома я поделала свои дела, подстриглась там, педикюр, сядила и отдохнула. Вот, ну, теперь возвращаюсь. За внучком соскучилась, он, наверное, за мной соскучился. В общем, еду надолго, наверное, там на неделю как минимум, потому что дочке нужно куда-то там съездить и буду там находиться. Ну, что, беру вас с собой. Всем доброе утро. Ну, вот я у дочечки. Я вчера приехала, но я вчера тут бегала целый день. Мне нужно было кушать, приготовить, ну, кучу дел сделать. И, в общем, мне снимать было, честно говоря, некогда. Просто вообще не было свободных рук. Денечка соскучился за мной, но он от меня отвык, от бабушкиной дисциплины. Так что и Дене заниматься вчера приходилось. Ну, сегодня наступило утро, уже все выспались, отдохнули. Дочечка побежала на свои курсы. А мы с Денечкой вдвоем остались и будем сегодня заниматься своими делами. Играться будем, он сидит и там занят весь такой. Вот. Бабушка готовить сегодня ничего не будет. Будем полностью заниматься внуком. Покажи, как ты делаешь зарядку? Как ты в ладошки хлопаешь? Ля-ля-ля. Раз, два, три. Раз, два, три. Ля-ля-ля. Раз, два, три. Ой, вот так вот. Вот так делаешь зарядку. Да, садики научили вас. Ручками похлопали, ножками потопали. Топ-топ. Сидя на стуле. Да, ты не только на стуле делаешь зарядку. Да, вы вчера с мамой тут прыгали. Здорово. Бабушка так не может уже прыгать. Кидай бабушке мячик. Давай, кидай. Кидай, 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 кидай. Опа. Кидай. Опа. Давай кидай мне мячик, а я тебе буду кидать. Давай. Так играем. То футбол, то волейбол. Ну, что получится. Да? Лей. Опа. Кидай мне мячик. Опа. Ой. Ты меня завалишь сейчас. Ящик забытых игрушек достала бабушка. Уже и старые игрушки надоели, новые надоели. Ну, вот лучше забытые старые достать, и пускай поковыряется там немножко. Ребенок нашел себе занятие, да? Надо перебрать, скажи, игрушки надо перебрать. Навести там порядок. Займись, Деничка, займись. Скажи, о многих игрушках уже и забыл вообще об их существовании. Ну, вот надо поперебрать ящик вообще, да? Дени порядочек наведет у нас Лешечки. Ты любишь купаться, Деничка? Ой, как Дени любит купаться. Ой, как любит купаться, да, Деничка? Ой, как здорово, скажи. Ой, как плескаться в воде хорошо. Ой, сейчас воду снова плескает. Здорово будет, да, Дени? Набирай водичку в ковши, Деничка. Поливай на себя. Мешает игрушки, уже не нужны, да? Кстати, сижу сейчас, отвечаю на ваши комментарии по поводу техники. И вопросы там есть по поводу отпаривателя. Вот он отпариватель, который у моей дочки находится. У него вмещается пол-литра воды максимум. То есть наливается, как в чайник, вода. Он включается, вода там закипает, и отсюда выходит пар. Вот такие вот дырочки, видите? И выходит пар. И всё, и отпариваете, ну, не очень сложные складки. То есть, если вещь как-то полежала немножечко, примялась, там она бы переносили в дороге было, или что, если она не сильно смятая, то всё прекрасно отпаривается, складки убираются. Если мне приходят посылки, по крайней мере, с одеждой, то отпариватель с этими складками справляется. А если сильно помятое бельё, постельное, хлопок, лён, то, конечно, нужен утёг, мощный утёг. Ну, в общем, так прошёл наш день. Купались, игрались, сейчас покушали. И, в общем-то, скоро будем укладываться. Ленечку пора укладывать спать. Он сегодня днём не спал. Что-то стал редко спать в последнее время в выходные. Вчера не спал днём, сегодня не спал днём. Пришлось чем-то заниматься, занимать его. На этом, пожалуй, я своё видео закрою, этот влог. Ну, на этом я с вами сейчас хочу попрощаться. Иди скажи пока. Скажи. Пока-пока! 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 Кому понравилось моё видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Пока-пока! Пока. Капкап. Пока. Пока. Пока.